Добрый день, я Андрей Туманов. Сегодня у нас, как всегда, интересный гость Ольга Ефремова, плодовод, и мы с ней поговорим и попытаемся вытянуть из нее много-много интересного. Я и сам-то приглашаю таких людей в корыстных целях, потому что сам узнаю какие-то вещи, которых я не знал. Так что давайте послушаем Ольгу. Она опытный плодовод, помолок, ну и там что-то еще делаете из плодов. Правильно я понял? Да, совершенно верно. Спасибо за помолока, наверное, немножко рановато. Я все-таки плодовод и совладелица седродельни Трубачевка, то есть мы занимаемся переработкой яблок и груш в конечный продукт, сок, уксус, сидр и так далее. Вот насчет переработки. Как раз послушаешь коллег, которые выращивают яблоки, тех, которые выращивают, не просто ухаживают или не ухаживают за яблонями, а именно получают урожай. Как-то от всех вот закопал полторы тонны, вот выставил никто не берет, вот выкинул на свалку и так далее. Как же так? Мы до сих пор закупаем яблоки из-за границы, да, даже до сих пор. Вот в охочный магазин там половина, даже две трети лежит из-за граничных яблок, а слоево бросаем. Почему мы не перерабатываем? Вот вы специалист по переработке теперь, да? Да. То есть вы занимаетесь переработкой. Да, совершенно верно. Давайте посоветуйте, как нам с урожаем-то справиться. Ну, давайте разбираться. Давайте. Всё-таки изначально у нас есть сорта летние, осенние и зимние. Да, потрясающее вот такое деление. Если грубо так. Если очень грубо, прям очень грубо. И когда человек сажает яблоню в своём саду, он поступает иногда довольно бездумно, делая упор на летние сорта. Тогда как к переработке больше всё-таки склонны осенние и зимние сорта. Летние не то, чтобы они непригодны, у них есть, а точнее у них нет одной такой интересной опции, как танины. Определённые вещества, да, которые содержатся в яблоках и которые, когда вы делаете из яблок сок, они являются такой третьей ногой вкуса. То есть вкус, он держится на такой вот треножке. Это сахар, кислота и танины. Танины – это горечь, это терпкость. В летних яблоках терпкости нет, она отсутствует. Как класс. Может быть, вы назовёте мне хоть один терпкий летний сорт. Терпкий. Терпкий. Так что вот как… Супер сладкие, знаю, там типа конфетного. Да-да-да. Вот, кислые назовёте, а вот терпки, наверное, нет. Всё-таки, когда мы говорим о сортах, которые содержат какое-то количество танинов, да, танин – это группа веществ, объединённых вот под один такой термин по воздействию на человеческий организм. Воздействие – это подсушивание. То есть когда вы, например, пьёте чай, да, вы чувствуете, что чай, ну, как бы сушит рот. Когда вы едите шоколад, вы чувствуете, что горечь какая-то есть определённая. Когда вы пьёте кофе, вы тоже чувствуете. Всё это танины, просто разные. И в яблоках тоже задержатся танины. Абсолютно точно. Можно иметь по кофе? Можно. Ну, есть такие сорта. К сожалению, сорта, которые обладают высокой тонинностью, у нас их очень немного. Прям очень немного. А они что, совсем-совсем терпкие? Есть даже плохо? Они несъедобные, фактически несъедобные. А какие сорта, интересно? Ну, давайте так. Я вам из тех, что вы можете у себя в саду найти, дам пример такого высоко-танинного сорта, который наверняка вы знаете. Сорт Долго. Или Долго, как его называют. Вот такие? Да-да-да. Маленькая такая. Чуть-чуть вытянутая. Небольшая, да, вытянутая. Похоже чем-то даже на сливу. И листья тоже на сливу. Китайчка. И ещё ряд других сортов. А, точно, точно. Она же такая ядрёненькая. Ядрёненькая. То есть она... Вот её кусаешь, так... Да-да-да-да-да. В ней очень большое количество аскорбиновой кислоты, ну и достаточно большое содержание тонинов. И поэтому, в принципе, когда вы используете это яблоко для изготовления сока, а также сушку, повидло, маринады, во что угодно. Да-да-да, оно очень-очень хорошо будет работать, потому что именно вот эти танины поддерживают вкус. Без них оно бы проваливалось в кислоту, которая там более чем, более чем. Там 2,4. Есть сладость, как то же самое конфитное, которое я терпеть не могу. Вот у меня папа любил её, поэтому я на прививке его сделал. Вот тут её любил. Я её никогда не ел конфитно. Да-да-да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть вкус, мы должны с вами прийти к определённой гармонии вкуса. И если, допустим, у садовода не хватает, вот он говорит, у меня только сладкие и кислые, что мне делать? Посади горькие. Найди и посади. Потому что у тебя должно быть… Тогда ты будешь смешивать в определённой пропорции, предположим, там 30 с небольшим процентов сладких, 30 с небольшим процентов кислых, 30 с небольшим процентов горьких. У тебя получится гармоничный сок, прекрасный уксус. Ну а далее, как там фантазии хватит? Можно и сидр, можно и наливку. Ну вот, пожалуйста. То есть танин – это такая важная составляющая яблок технического назначения. Технических яблок. Раньше у нас, когда ещё был Советский Союз, эти яблоки были известны как хорошие опылители. И вот долго-долго получил своё распространение именно как опылитель. Его высаживали либо отдельным рядом, либо в рядах пускали, либо по периметру садов в зависимости от площади, потому что у него большое наполнение пыльцой, он достаточно легко восстанавливается, если вдруг его там побило заморозком, он дольше цветёт и, соответственно, как бы хорошо-хорошо опыляет. Очень интересная история с сортом долго произошла. Он получил большое распространение не у нас, а в США. И в США его называют… А чей он вообще сорт-то? Нашинский или… Был ботаник, который, значит, посетил ботанический сад, императорский ботанический сад, набрал там яблочек, привёз домой в кармашках. Какого императора? Вот насчёт не знаю, какого императора. Но это был императорский ботанический сад. Какого именно императора, не подскажу. Но в американских изданиях пишут, что вот этот сорт долго, этот сорт из русского императорского сада. Очень-очень забавно читать, как всё-таки трудности перевода. Ну, значит, наш. Наш. Будем считать его наше. А всё-таки долго или долго? Я всю жизнь называю долго. И я долго. Но можно по-французски. Долго? Долго. Нет, давайте по-русски лучше. Давайте долго. Хорошо. Значит, это наш сорт. Кстати, я про него знаю ещё кое-что, что его вообще все китайки не рекомендуют использовать как сеянцы на подвой, потому что между китайками и другими сортами иногда, не всегда, наступает несовместимость. Поэтому вот там китайка на китайку, да, хорошо, но китайка с обычными сортами не всегда в качестве прививки дружит. У китайки много интересных особенностей. Вот такая вот китайки кер, например, есть особенность, что она очень не любит обрезку. Вот начинаешь резать, она перестаёт плодоносить, хотя, в принципе, достаточно хорошо плодоносящая яблоня, потому что другой тип плодоношения, боковой, и вы когда делаете обрезочку, вы можете срезать то, на чём будут заложены цветочные плодовые почки на следующий год, а вы их чик-чик-чик, всё. И она такая, нет, я буду отращивать. И вот так вот происходит потеря плодоношения. То есть многое нужно знать, даже о каких-то таких разновидностях, да, казалось бы, яблоня, там всё известно, ничего подобного. Огромный мир, дивный новый мир с удивлением каждый раз обнаруживает для себя что-то новое. Ну, так вы сейчас вспомните яблоню ягодную сибирскую, которую, кстати, по Москве огромное количество. Да, да, да. А яблони флорибунда, которые сейчас сажают очень активно в Москве, и которые, например, в Амстердаме, в Амстердам весь в яблонях флорибунда ужасно красиво, особенно когда начинают лепесточки подать, просто такой вот снег розовый и белый снег. Очень красиво. Я думаю, декоративные яблони ещё потрясут устои декоративного садоводства и городского озеленения. Вы знаете, декоративные, они условно-съедобные, есть такое понятие условно-съедобные, но из-за того, что очень мелкое яблоко само по себе, оно не очень-то в переработку на самом деле. То есть яблоко для переработки должно быть всё-таки среднего размера. Среднего размера, да, вот так вот, 60-70-90 грамм. Вот сильно большие нам тоже не особо подходят, хотя, казалось бы, да, прекрасные сорта, и Антоновка, и Богатырь, их используют для переработки, но у них есть свои недостатки, как в каждом сорте. Например, вот крупные яблоки, они не очень-то хорошо лежат. Ну, если мы Богатыря так исключим, вот из этой группы, да, которая там... И Сенапарловский. Сенапарловский, возможно, да, возможно, да. Кстати, потрясающее по вкусу яблоко, мне ни разу не удавалось... Самое мое любимое зимнее яблоко. Ни разу не удавалось в полной спелости его попробовать всегда раньше. Да, всё съедается, и здесь у нас в студии Андрей Седов был, он тоже сказал, что некоторые недолёживают до своего раскрытия вкуса, потому что съедаются, да. У меня единственная, только с Богатырём была проблема, и я вот не рекомендую всем на больших деревьях выращивать Богатырь, потому что один раз мне по голове Богатырь. А вот такое вот яблоко, знаете, как это самое? Бух! Я сразу ещё думаю, так, придёт какая-то идея. Не пришла идея, но шишка осталась небольшая. Так что вот Богатырь. С тех пор я, если вот крупное дерево, я стараюсь как-то это самое прикрываться от падения яблок, потому что, ну, действительно, осыпаемость, кстати, у разных сортов разная осыпаемость есть, некоторые падают, а вот китайка долго, по-моему, никогда не падает. Прекрасно осыпается. Прекрасно осыпается под саду МГУ. Прекрасно осыпается. Только если, а, кстати, поражаемость яблоняным цветоедам… Поршой они больше. Поршой? Да, они больше поршой. Ну, смотрите, техническое яблоко, вот есть интересный момент. Плодоводы, те, кто занимается промышленным яблоком, яблоко, которое идёт на стол, столовое, и плодоводы, которые занимаются техническими яблоками, яблоко для переработки, они в какой-то точке расходятся друг с другом, потому что задача плодовода, который занимается промышленным яблоком, вырастить чистенькое, ровненькое, без единого пятнышка, красивенькое, аккуратненькое яблочко, вот чтобы оно как на картиночке, прям вот лежало, и человек бы шёл там по магазину или там по рынку и купил бы таких там 10 килограмм. Вот эта задача, и за это там получают премии, получают звания и так далее. Кто занимается переработкой, прекрасно знает, что самые корявые, кривые яблоки, может быть, даже немножечко поражённые паршой, они абсолютно вкусные, совершенно не теряют никаких своих свойств, и даже неплохо, что они вот такие мелкие и корявые. Но просто представьте себе, что яблоко – это определённая фигура, определённое количество сахаров, определённое количество кислот, азота, заключённое в такую капсулу из кожицы, из яблочной. И если, допустим, яблоко крупное, то у вас процент внутренней части, он как бы больше, а кожицы как бы меньше, а в кожице очень много всего интересного. И если яблоко небольшое, то этот процент у вас, ну как сказать, я пытаюсь простым языком донести до людей, которые будут слушать эту передачу, такую простую мысль, не углубляясь в какие-то научные термины и так далее, что яблоко для переработки может быть и немножечко споршой, оно может быть и даже немножечко поеденное насекомыми, оно может быть вполне косым, кривым и таким-сяким. Но вы абсолютно точно можете сделать из него прекрасные продукты. Сразу вспоминаю, 80-е годы, яблочная крепкая, все называли это червивка, и рассказывали страшные байки, что это делается вот из червивых, гнилых яблок. Ой, и вот так вот пугали, пугали друг друга алкоголики. Ну это такие, да, слушайте, это такие старые байки, они сейчас сменили, есть и новые байки. Ну все мы помним этого замечательного волка, который летал на бутылке в мультфильме, ну погоди, и мне только ленивый вот не вспоминает этот мультфильм. Было производство всё-таки яблочных напитков в СССР, да, но оно делалось по остаточному принципу. Всё, что осталось, и действительно иногда это плохое, оно вот уходило на переработку, чтобы ничего не пропадало. Но надо сказать, что был триаж на производстве, то есть был отбор. Стояли триажёры, люди, которые отрезали... Триаж? Триаж, да, это такой термин. Тоже французский? Да, французский. То есть это человек, который отбирает... С ножичком. Человек с ножичком, который вырезает, отрезает, осматривает. Это вот человек, который работает на производстве, очень важный, очень нужный для нас человек. И зачастую у нас именно самые квалифицированные люди, это триажёры с хорошо намётанным глазом и тонкими цепкими пальчиками. Вот отрезал он дальше, куда это у нас идёт. И дальше это идёт по конвейеру, по ленте, яблоко дробится. А оно моется перед этим? Обязательно. Обязательно моется. Но никто не отменял микромир. Мы должны помыть всё. Оборудование, руки, яблоки, всё должны помыть. Это как пищевое производство. Да. Ну, конечно, а как же? Я по секрету скажу, мне бабушка тоже говорила, никогда не ешь немытые фрукты в саду, я всю жизнь ем. Правда? До сих пор. Вот не надо повторять, не надо повторять это, не ешьте, мойте. Смотрите, если вы уверены абсолютно в том, что на вашем яблоке нет ничего химического, то вы знаете, как вы его обрабатывали, то, возможно, действительно, дождиком помыла, ну, от пыли там, обтёр об себя там и съел. Разовая акция. Ну, когда мы говорим о том, что мы делаем продукт, который выходит к людям, мы, естественно, соблюдаем все нормы санпина, потому что, ну, как же, а мало ли что. Правильно. Помыли. Помыли. И его сушат потом, нет? Нет. Нет. Дальше пошло оно к триажёру, триажёр отрезал что-то. Да, триажёр осмотрел, осмотрел, отбросил гнилые. Если, допустим, яблоко потенциально, ну, как бы у него небольшая точечка, может вырезать просто эту гнилуючку, и дальше оно поехало. Оно скатывается в дробинку, в дробилку, простите, и в дробилке оно дробится на такую вот фракцию. С семечками? Да. Но, смотрите, дробилка устроена таким образом, что семечка не нарушается. То есть там достаточно крупная фракция, примерно полсантиметра на полсантиметра. И семечка не нарушается. Вот я когда через соковыжималку прогоняю яблоки, я обычно всё-таки сердцевинку с семечками вырезаю. Правильно я делаю, да? Да для себя, да. Для себя, да. Для себя, для кого же. Для себя, для семьи. А в производстве это невозможно. Ну, это невозможно. Ну, если семечки не дробятся, то ладно. Из косточковых есть такая специальная штука, которая извлекает косточки. Вот из сливы, из абрикоса, ну, из персика, конечно. У меня есть косточковая бивалка вишеная бабушкина ещё. Она меня сажала на кухне с ведром вишены. Я вот сидел, выбивал, часть ел, а часть в тазик. Потом вишневое варенье варили. Как это мило. Да. У меня тоже такие воспоминания о бабушкину. Она у меня не такой, у неё не было. Она доставала из своей такой седой прически такую длинную-длинную шпильку. И вот этой шпилькой другой стороной вынимала семечки, вернее, вынимала косточки. Иногда мне перепадало, что ягодка мне в рот. Такие воспоминания детства, они прям греют мою душу. Здорово. Итак, а дальше что у нас происходит? Яблоко дробится. Получается такая дробина. Масса. Фракция, да, такая масса. И в зависимости от того, какой был сорт, она более сочная или менее сочная. То есть, да, там иногда вот, если это Антоновка идёт в переработку, там сока вообще очень много. А если это, допустим, какие-то такие технические сорта, они не очень сочные. И такая дробина, она получается полусухая, похожа даже чем-то на гречку. И ей нужно постоять ночь, ну или там 8 часов, если это днём, чтобы дать сок. И тогда уже идёт потом отжим сока на различных прессах. Вот. Такая интересная история. Дальше уже сок. Отжимый сок. А дальше? А дальше вы принимаете решение, куда этот сок пойдёт. То есть, его можно взбродить, и это получится сидр. Его можно отправить на уксус. Там будет своё уксусное брожение. У вас между сидром и уксусом разница в температурном режиме. Уксус более тёплая. Сидр более холодная. Да. Ну, просто у вас работают разные микроорганизмы. Для уксуса у вас работают уксусные бактерии, а для брожения у вас работают дрожжи. Дрожжи более крупные, вот, и они как бы вот могут работать на прохладном температуре. Я как-то всегда думал, что уксус получается, что-то упустили, оно скислое. Это и есть уксус. Или там посложнее? Уксус сейчас набирает бешеную популярность, и в Европе в самых крутых ресторанах есть авторские уксусы. Авторские уксусы. Авторские уксусы. Буквально из чего угодно. Буквально из чего угодно делают. Любые ягоды, очень много трав используется, фрукты различные, и это очень полезно. Очень полезно. А что с ним в ресторане-то делают? Поливают что-то? Да, его добавляют в салаты, его добавляют в соусы, его добавляют в различные какие-то, даже кулинарные штучки, для придания такой пикантности, такой остреньки. Я пельмени иногда плюдаю. Почему нет? Почему нет? Очень полезно. Для придания пикантности. Набирают моду много-много различных диет, основанных именно на употреблении уксуса с водой. Считается, что уксус улучшает микрофлору кишечника. Нужно обязательно посоветоваться с врачом перед этим. Обязательно. Я не даю никаких советов таких, что пейте уксус ложками или тарелками, чашками. Сначала нужно, конечно, сходить к врачу. И если нет никаких противопоказаний, ваш врач, терапевт или диетолог, или нутрициолог скажет вам, давайте вперёд. Натощак с тёплой водой одну ложку столовую яблочного уксуса очень полезно. Лучше сделано собственными руками? Несомненно. Несомненно. То есть сначала делается сок, потом он сбраживается, потом начинают эти уксусные бактерии работать. Вы увидите, что процесс пошёл. Уксусные бактерии переработают. У них, наверное, запах начинает кисловатый идти. Да, совершенно верно. Вам, как сказать, необходимо будет соблюсти ряд определённых подготовительных мероприятий. То есть, допустим, когда у вас уже получился сок, вам нужно защитить, потому что как только у вас сладкая масса оказалась в какой-то баночке свободной, тут же огромное количество насекомых пролетит этим всем угоститься. И есть такой лайфхак, который я нашим слушателям сейчас расскажу. Чулок. Берёте чулок и чулком затягиваете горлышко, чтобы вот эти звери не попали вовнутрь в банку. А у меня бабушка марля сверху клала. Марля, но она слишком крупноячеистая. Они могут проникать сквозь неё. Поверьте моему печальному опыту. Дрозофила. Залезает. И там прекрасно себя чувствует. Так вкусно ей. Так сладко. Она это дело пьёт. И потом вы с удивлением обнаруживаете у вас такой сок, настойный на определённом количестве дрозофил. Такой научный уксус получается. Яблочно-дрозофильный. Интересно. Вы можете подождать, и у вас возникнет спонтанное брожение в соке. А можете воспользоваться дрожжами, которые только, пожалуйста, не хлебными. Купите, пожалуйста, винные дрожжи или шампанские дрожжи. Их сейчас полно. Винные дрожжи продаются? Да, да. Да, продаются в любом магазине. Да? Да. А мне советовали как-то... Берёшь несколько немытых малинок, таких перезревших, их надавил, и вот они... Там как раз-то дрожжей на поверхности, огромное количество диких дрожжей. И вот они хороши для того, чтобы начался процесс. Это так, да? Смотрите. Если мы немножечко углубимся в микромир, мы будем очень удивлены. Как говорится, просто не учи биологию в школе. И твой день будет наполнен чудесами. Дело в том, что дрожжи, они же не живут ровно на поверхности. Нет такой у них опции. Они живут везде. Сейчас во мне и в вас огромное количество дрожжей. Они в воздухе, они в нашем с вами дыхании. Естественно, они на фруктах. Дрожжи очень любят сахар. То есть они, естественно, присутствуют там, где много сахара. И да, действительно, они есть в малине. И действительно, они есть и в винограде, и так далее. И когда вы добавляете... Кто-то кладёт изюм, кто-то кладёт свежие ягоды, вы действительно увеличиваете риски возникновения вот этого дикого брожения. Но нужно понимать, что вот эти дрожжи, о которых мы говорим, это много-много-много разных раз дрожжей. Это разные расы. Это, допустим, сахаромицеты, ибротеномицеты, и остальные, и остальные, и остальные цеты. Мицеты. Да, которые... Вот те самые грибы. И кто из них у вас сейчас сработает, неизвестно. Поэтому домашний уксус, он иногда получается один раз. И люди мне говорят, я сделал уксус в прошлом году, это было божественно, но всегда я пытаюсь повторить, и у меня ничего не получается. Вот такая интересная опция. Значит, сошёлся ряд показателей, луна была в правильном месте, правильная температура. Совершенно верно. Правильная посуда, всё было правильно сделано, и брожение прошло идеально. А в следующий раз у вас такого может не произойти. И поэтому, чтобы контролируемые процессы всё-таки были, мы вот, да, у себя на Сидродельне и многие другие производители, мы пользуемся культурными дрожжами. Там всё предсказуемо. Мы точно знаем, что эти дрожжи будут работать так, как нам нужно. И сделают то, что нам нужно, а не то, что им взбредёт, куда там взбредает всё. Понял. Насчёт культурных дрожжей. Культурные дрожжи предсказуемы. Совершенно верно. На самом деле там всё было то же самое. То есть как были выведены там хлебные или, допустим, винные дрожжи. Это просто из общей массы дрожжей были выделены определённые штаммы, да, разновидности, которые хорошо работали на том или ином культуре. Можно ли сделать уксус на хлебных дрожжах? Можно, но будет такое. Так себе. Да, не очень. Не советую, на самом деле. Лучше, ну как сказать, не совершать ошибок, а воспользоваться правильным опытом предков? Ну, обычно люди любят учиться на собственных ошибках, а не на чужих. Я не против. Пожалуйста, экспериментируйте, будьте осторожны. Сначала на себе, потом на людях. А отравиться нельзя уксусом? Отравиться можно чем угодно. Отравиться можно чем угодно. Да, у меня один знакомый тракторист говорил, что отравиться можно всё чем угодно, даже водкой. Так что... Интересно. Это шутка была. Интересное наблюдение. Да. Уксус, он хранится как потом? Он нормально стоит или его только в холодильнике, как сок, надо ли его консервировать? Нет? Если вы хотите его сохранить в том виде, в котором он есть, то вам необходимо его... В каком виде ещё? Ну, смотрите. Вы можете его пастеризовать. И тогда он раз, и там все процессы остановились. Да? Там же у нас была с вами живая культура. И вот она, естественно, погибла. И у нас пастеризованный уксус может храниться очень долго. Там есть некая там сушка-утруска от времени, но она небольшая. В закрытой бутылке он будет хорошо храниться. Если вы этого не сделаете, он у вас, естественно, будет меняться. Он, естественно, будет меняться, и он будет, как бы, как говорят, бронзоветь. То есть у него будет меняться цвет, у него будет меняться аромат, он будет как будто бы остановиться крепче. И этим интересно пользуются итальянские производители, которые делают уксус, который называется бальзамика. Его наливают, да, молодой уксус, наливают в маленькие деревянные бочки и поднимают туда, где тепло, повыше, да, на чердак, где постоянно итальянское солнце нагревает эти бочоночки, вода испаряется, и остаётся такой концентрат довольно тёмного цвета, похож на жидкий шоколад. И потрясающий аромат, буквально 2-3 капли этого бальзамического уксуса, и салат приобретает какие-то невероятные вкусовые, новые ноты. Это так вкусно! Мне уже захотелось попробовать, честно говоря, я как-то... Есть целые династии... Проходил мимо этого... Целые династии, кто занимается уксусом в Италии. Уксусы делов. Да. А не уксусы, этот знаменитый делают, из яблок или из... Это виноградный уксус. Виноградный. Виноградный уксус. Но вот несколько лет назад я была в Нормандии, в городе Канн. И там на фестивале был производитель, который делает из яблок похожую историю. И это тоже было очень хорошо, очень достойно, очень здорово. Мне очень понравилось. Вот будем пробовать что-то подобное. Нужно, чтобы у вас было много времени, много деревянных бочек и много бесплатного солнечного света. И яблок много. Ну да, и много яблок. Яблоки, наверное, всё-таки есть у нас. Да, вот насчёт деревянных бочек не знаю. Профессия бондаря очень-очень редкая. Я даже знал человека по фамилии Бондарев, и он не знал, от чего его фамилия произошла. Это да. Да, 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 действительно. Хорошо. А просто в бутылках нельзя старить? Он будет стариться, но просто, смотрите, бочка – это как лёгкие, она даёт вот эту оксидацию, то есть медленное-медленное окисление. В бутылке этот процесс будет ещё медленнее происходить, потому что у вас зеркало соприкосновения напитка и кислорода очень маленькое, а в бочке оно, естественно, больше. А что вы посоветуете для любителей? Вот у любителей там полторы тонны яблок, которые он не может реализовать, но вот он хочет, допустим, что-то сделать. Вот у меня, допустим, бабушка с мамой сушили яблоки, то есть это бесконечные сушёные яблоки, которые просто вот мешками стояли у нас, и которые… И, наверное, портились. Ну, что-то раздавалось, что-то, да, портилось, потому что так никто особо, там, пионерское детство, мы помним, это компот из сухофруктов, то есть он, конечно, вкусный был, но не все его любили. Вот, сушёные. Я до сих пор, честно говоря, не очень люблю сушить яблоки. Вот про сушка яблок, вы как к этому относитесь? История, как говорится, циклична. И если вот эти вот сухие яблочки мы вспомним, я… Моё детство прошло на станции Автозаводская, мы там жили, и там был Автозаводский рынок. И вот стояли бабушки, торговали, у них были такие, как бусы. И, значит, одна бусина была длинная, это грибы, а вторая такая длинная бусина, это были яблоки сушёные. А какого цвета были яблоки сушёные? Вот они были тёмные-тёмные такие, прям тёмные. Потому что большей популярностью пользуются беленькие сушёные яблоки. А вы сейчас, наверное, расскажете, как делаются беленькие сушёные яблоки. Есть некая хитрость. Есть хитрость. Но для начала давайте всё-таки откроем книжку «Домострой» и почитаем там сорт «Бель Можайская». Что же это такое? «Бель Можайская» — это яблоки, которые Антоновка. Просто из определённого места, где она прям белая-белая. И вот свойство вот этой «Бели Можайской» было в том, что когда мочили яблоко, оно при мочке не темнело. Вот такое интересное у Антоновки. И у нас в саду в Городске растёт вот такой клон Антоновки. Антоновка белая. Она не темнеет. Вот хоть убей её, она будет белая, и всё. То есть это определённый биохимический состав, который препятствует вот этому... А запах остаётся Антоновке? Да, запах потрясающий. Запах потрясающий. Старые сады — это вообще вот эта уходящая какая-то натура. Дивная абсолютно. Ну, сейчас мы ещё Бунина вспомним, Антоновка. А, как же. Вообще я приглашаю вас абсолютно официально к нам в гости. У нас сад в городе Богородицк. У нас фактически точка, откуда есть пошла русская помология. У нас огромный сад прямо за дворцом графа Бобринского. Там, где Болотов, Андрей Тимофеевич, наше русское всё. Я частенько бываю в тех местах, как раз рядом с усадьбой Болотова. Там ещё питомник известного селекционера Качалкина. Знаем такого. Да, так что, как вы говорите, намоленное для помологов и любителей яблок место. Особенно интересно то, возвращаясь к вопросу о сушке яблок, что в этом году мы посадили определённое количество красномясых сортов, красномякотных их называют, но я просто по прямому переводу, по европейскому называю их красномясые. Который как раз именно для сушки, для чипсов, для яблочных. Сейчас и Америку, и Европу захватывает новая мода вот этих красных чипсов. То есть это абсолютно те же сушёные яблоки, но из-за того, что у них красная мякоть, они выглядят гораздо наряднее, и потом в них остаются вот эти полезные остацианы. Я для себя уже кое-какие полезные вещи воспринял, потому что я не знал, что, собственно, делать с красномясыми яблоками, у меня есть красномясое яблоко на основе парадистской буддаку... Ну, это подвой. Нет, недвецкого, по-моему. Недвецкого. Недвецкого яблока. Это мне ещё Сусов Владимир Иванович давал не как подвой, а как интерколярная вставка, которая сдерживает рост. То есть сначала антоновка, сеянница, на неё прививается веточка этой парадистки, и дальше уже сорт пошёл. И получается суперкарлик. Да-да-да. И вот она у меня просто растёт в кроне, откуда я беру черенки. И, естественно, на ней яблоки. Яблоки некрупные, изнутри вот как свёкла, как свёкла. Очень красиво. И кто видит, то вот просто они в полнейшем восторге. Сразу, ой, дай мне укусить. Но если укусит, вкус, скажем так, как это-то, супертонинно-ядрёный. Кислотный-ядрёный. Да-да-да. То есть красивый, но никак. Поэтому я вот тоже подумал. Вот это очень хорошее яблоко именно для переработки. Оно и для компотов, и для запекания. Компот бесподобно. Если в баночку мы их вот так вот напихаем, прям вот неразрезанными получается и красиво. Причём их можно и мариновать, и делать компот. И мариновать тоже очень хорошо. И в кулинарии сейчас используют вот эту вот утку, то есть вот с этими яблоками, и с чесноком тоже потрясающе. Вот эти вот яблочки, они очень-очень такие вот для кулинарной обработки подходят. Так, мне про утку не забыть. Наверное, я сейчас выйду, запишу. Утка с яблоками. Это уже старая мечта. Много не читал, и как-то не получалось. А как сушить-то? То есть вот я нарезал, да? Да. Вы нарезали, и дальше вы при низких температурах, ну это при низких температурах, имеется в виду, простите, духовка на низкой температуре должна стоять. То есть если у вас сушилки нет, у вас должна быть духовка на низкой температуре. А сушилка это что? А сушилка это такое специальное устройство многоярусное, на которое выкладывается, у меня вот ветерок, выкладываются яблоки. Ветерок это название? Название бренда. Надеюсь, они занесут за рекламу. Старый, по-моему, советский еще, да? Да, да, очень хороший. То есть там как пылесос дует... Подается теплый воздух, там можно регулировать температуру подачи воздуха. И проходит через решеточки, где лежат... Да, совершенно верно. Все очень просто. И все высыхает за какое-то количество времени. Вы, если хотите, чтобы белое яблоко сохранилось, вы, конечно, должны с лимонным соком дать вам проконтактировать, чтобы цвет не потерялся. Но если мы говорим о красных яблоках, это можно пропустить эту опцию. Да, насчет белых. Еще в кипяточек они бросаются, потом сразу же откидываются и на сушку. Какие вы хитрые все. Там много разных хитростей. Поэтому вот белые яблоки, это, конечно, красиво, белые сушеные яблоки. Но это значит, они приготовлены специальным образом. Если яблоки вот такие вот коричневые, они просто естественные, а не какие-то там плохие. Кстати, насчет того, что это от железа, это старая-старая байка. Это старый баян. Хочу упредить вас от покупки сухофруктов на рынке, если вам кажется, что они потрясающе выглядят. Я боюсь. Осторожнее, потому что не факт, что это особенно импортные производители грешат. Вот не наши. Наши еще не сильно додумались. А вот подходишь, и вот яблоко сушеное, но вот как будто свежее. Значит, тогда оно было обработано серой. И, пожалуйста, попросите документы, откуда оно пришло, кто произвел и так далее. Ой, вы сейчас насоветуете документы. Это важно. Мы спрашивали документы на всех рынках. Вот сейчас вот ходили по рынкам. Ни один торговец нам не показал документы. Ни один. Документы у хозяина. Хозяин уехал за документами. Все. То есть никто не показывает. Какие там... Это совет, который невыполним. Никто вам не покажет. Ну и вычеркнем тогда его. Не будем головы морочить. Если действительно хотите качественно и делать самостоятельно, а не покупать, потому что мне много рассказывали, что там столько разных хитростей. Вот, например, какие-то там чернослив, например, как-то маслом специальным каким-то там смазывают, чтобы он блестел, выглядел масляным. То есть хитростей огромное количество. нагоним, да, действительно. Все, останавливаемся. Останавливаемся. Да. За кошмарем всех слушателей. Но все равно свое вкуснее, лучшее полезнее. Вкуснее точно. Свое вкуснее точно. Вы точно знаете, что... Как вы вырастили эту яблоню? Вы точно знаете, что вы не перекормили ее азотом? И у вас нет там нитратов от этого? Ну, в яблоке-то и не бывает. Ох, как бывает. Много нитратов. Большая редкость. Это не свекла. Вот свекле можно, ого-го, сколько нитратов поймать, а яблоки... Ну ладно, не буду спорить. Был у нас опыт один. Какой? Расскажу. Получили мы яблоки из более южных регионов, где крупная компания хотела диверсификацию провести. У них сады, и они очень-очень умные, разумные люди поняли, что в хранилищах достаточно большое количество яблок портится. И вот эти яблоки, они как бы выбрасывают. Им стало очень жаль. Они делают сок, но у сока не очень высокая добавленная стоимость. Они хотели делать что-то другое, какой-то алкогольный напиток. Их выбор пал на сидр. И, значит, они нам эти яблоки предоставили, и вот мы с этими яблоками что только не делали, и очень тяжело у нас всё получалось. Из этих южных яблок у нас получалось всё с большим трудом, и только потом мои научные руководители вот как раз в Ботаническом саду МГУ расшифровали мне сие послание. Яблоко перед тем, как уйти в хранилище, обрабатывается иногда не один раз от плодовой гнили. А плодовая гниль, значит, обработка плодовой гнили фунгицидом идёт. А фунгицид – это то, что подавляет деятельность грибов. А как мы с вами с самого начала говорили, дрожжи – это грибы. И, соответственно, у вас не возникает брожения, оно будет идти с большим трудом, с песнями, плясками, с бубнами, с привлечением шаманов и так далее. То есть во всём есть свои сложности, трудности и нюансы. Как было бы хорошо пойти в сад, нарвать любых яблок и сделать из них то, что вы хотите. Но нет, так не получается. Это всегда есть как бы некое разделение, некий выбор. Это, наверное, какие-то старые совсем технологии обработки фунгицидами перед хранением. Сейчас хранение всё-таки идёт в газовых средах специальных. Всё равно обрабатывают. Есть технологии, обрабатывают. Разные я слышал версии, но, честно говоря, я так на 100% никому не доверяю. Ничего не выдумываю, просто это та ситуация, с которой мы столкнулись. Вот как бы так. Я не говорю, что она есть везде. Ну вот мы вот... Просто мне часто говорят, а почему вот ты не берёшь там из Фудсити яблоки? Смотри, как ты здорово сейчас сократила бы свои расходы. Зачем выращивать сад? Вот сажать сейчас вот эти сорта, искать там по всей стране, всем селекционерам, звонить, писать, искать технические сорта. Никто уже не помнит этого баганёнка, ни у кого нет этого комсомольца, никто уже не выращивает этот апорт несчастный. Апорт? Кроваво-красный. Ещё выращивает. Да. Ну пойдите, поищите. У моих соседей есть апорт, а забора у нас нет. И договорённость между нами и соседями, что заходи, бери у нас, что валяется, либо заходи к нему. И я как раз захожу именно за апортом. То есть у меня нет, но вот у соседа без забора есть шикарнейший. Шикарнейший. Будут излишки апорта кидать в нашу сторону. Нет, он, кстати, очень сильно поражается манилиальным ожогом. Да. То есть там под манилиозом где-то до половины урожая. Ну правда, это неухоженная яблоня. То есть она вообще не опрыскивается ничем. И где-то половина яблок гнилых валяется. Ну какой сладкий. Хрустящий, волшебный такой, вот как вот, знаете, на шампанское похож. Да, у него винный, винный вкус абсолютно. А знаете почему? У него кожица немножко горчит. Да, он сам внутри сладкий, а кожица немножко горькая. И поэтому получается такой уникальный вкус, когда вы его откусываете, вы вот именно вот эти танины, они попадают, соединяются с сахаром, и вы вот его вкушаете, и у вас такое вот как раз удовольствие. Есть и кислинка, есть и сладость, есть немножечко вот этой вот терпкости. Ой, я как раз люблю горчинку на кожице у сливы китайской красный шар. Если когда-нибудь попадалась, она вам, то есть она красивая, крупная, достаточно редкий сорт, их всего несколько сортов районированные, именно сливы китайской, не алучи гибридной, а сливы китайской. И вот она одна из самых красивых, и у нее такая вот чуть-чуть горчащая кожица, ужасно вкусная. Я вот просто люблю этот сорт, я именно из-за вкусовых качеств у себя на прививочке выращиваю. Хочу сказать сразу такую интересную историю. Значит, если вдруг вы идете по саду, пробуете яблоко, вот сорвали его с дерева, пробуете, и вам кажется, о, оно терпкое, вот это, наверное, подойдет на переработку, то вам необходимо здесь сделать вдох-выдох и понять, насколько оно спелое, потому что танины часто бывают, как они уходят во время спелости, то есть, когда наступает полная физиологическая спелость, танины падают у вас, у вас сахар вырастает, а танины падают, и вы можете оставить это дерево как условно терпкое, да, там терпкий сорт, и когда вернетесь к нему, с удивлением обнаружите, что вот ничего уже и не осталось в нем. Вот такая интересная штука. А вот я про соковыжималку говорил, у меня механическая, электрическая соковыжималка, которая там хорошее вещи. Да. Нагнать можно очень много, но только неудобно, что все-таки резать надо все, да. А вот у меня одна из соседок где-то через три дома, она говорит, не, все, я не признаю соковыжималки, я соковарку. Что такое соковарка? Я как-то даже никогда с соковарками не сталкивался, но от многих слушаешь, соковарка, а вот это лучше. Удобнее, я думаю, тем, что сразу же у вас сок пастеризуется, он у вас нагревается до определенной температуры, у вас пастеризация происходит. И вы можете просто напрямую, так вы сок выжимаете из соковыжималки, и потом вам нужно с этим соком куда-то пойти, либо в кастрюле его сварить, либо разлить по бутылкам, и уже поставить в бутылках, пастеризоваться, разные есть способы. А соковарка, она объединяет в себе эти две опции. А выход сока там как? Я не могу сравнивать производителей разных, но я могу сказать, что с точки зрения бытовой истории, возможно, иногда это удобнее. Я пробовала сок из соковарки, очень вкусный. А витамины? А вот витамины вам нужно внимательнее относиться к температуре, потому что распадается витамин С, когда вы нагреваете более 70 градусов. Поэтому вы должны внимательно смотреть за температурным режимом. Иначе вы просто витамины потеряете, они шух, и нету. И что у вас там остался, пектин только? Ну, я еще раз говорю, я вот такой вот электрической соковыжималкой выжимаю. Потом что я делаю? Потом я укастрюлю. Если я хочу это на хранение, довожу до кипения, постеризованную банку, которая на чайнике стояла и паром постерилизовалась, заливаю, тут же крышкой переворачиваешь. И в принципе вот такой вот простой, то есть я не стерилизую там дальше, вот просто вот такое вот закипающее месиво выливаю и закрываю. Ну, если вы хорошо все сделали, аккуратно возможно, все будет хорошо. Чистыми руками, быстро делается, да, еще можно маску надеть, я, правда, не надеваю. Ну, в принципе, у меня получается. Так бывает иногда, что взрываются, но сейчас это редко. Ну, как вот рука пошла, значит, все нормально. Великолепный запах, когда открываешь, шикарно. Но выглядят вот такие мои заготовки, очень некрасиво, потому что сок расслаивается при хранении, то есть внизу такая гуща и сверху светлый сок. А мы же привыкли, как в магазине, он весь светленький, его там в стаканчик наливаешь, там не мути, ничего. А там еще на дне какая-то вот под этим самым совсем такая, какая-то муть, такая грязь получается. Пектины выпали. Да, и не все говорят, вот вытаскиваешь баночку, да чего ты какой-то на тебя некрасивый, да, то ли дело там из пакета пить. В пакете-то что у нас? В пакете ужас и кошмар. Ужасы? Опять мы народ пугаем. Нет, на этот раз нет. Это уже не пугалки, это уже абсолютно официальная информация. То есть то, что продается в пакете, это, во-первых, мы поддерживаем, естественно, нероссийского производителя. Очень немного компаний есть, которые существуют на российском рынке, именно которые владельцы садов. Основная масса – это крупные корпорации, которые везут так называемый сублимат сока, да. Сублимат – это сухой? Концентрат? Ну, не сухой, это концентрат, да, это концентрат. Это такой обезвоженный продукт, обезвоженный продукт, который, естественно, приезжает на крупные заводы, там он доводится до нормального состояния водой, туда добавляются красители, ароматизаторы, стабилизаторы, подкислители, подсластители, чтобы вот потом он хорошенечко фильтруется, чтобы не было вот этого, и разливается по пакетам. Да. Это мёртвый продукт, мёртвая вода. Я подозревал, я подозревал, потому что… Поэтому лучше всё-таки своё. Лучше всё-таки своё. Так что, вот нам, как всегда, не хватает времени, чтобы там обсудить какие-то определённые моменты ещё, потому что там про замороженные яблоки мы не поговорили. Что там ещё? Там ещё масса разных… Мы не поговорили про то, как классно сочетать разные фрукты и разные ягоды с яблоком, какие неожиданные бывают сочетания. Яблоко с облепиханой. Вот такая вот… Яблоко с ароней. Да. Яблоко с ароней. Она делается такой тёмной, как вот те самые красномясые сорта, о которых мы говорили. Яблоко с чёрной смородиной. Чёрной смородиной. Очень вкусно. Не всегда совпадают, не всегда совпадают. Я делал ещё яблоко с жимлостью съедобной, но жимлость съедобная, она была прошлогодняя замороженная, потому что она гораздо раньше яблок. И всем, кому я давал, о, это жимлость. Не может быть, потому что она бывает раньше. А может быть, может быть, потому что сейчас средства хранения, они настолько облегчают нам жизнь. То есть можно что-то заморозить, можно высушить. Вот не просто, как у меня бабушка там таскала там то в теплицу, то там сауну натопил, в сауну их сушить. А тут включил эту, как это вы назвали? Ветерок. Ветерок, да. Оно всё и высушило. Так что современные средства нам облегчают жизнь, и можно заготавливать. А когда заготавливаешь своё, это же вы же делаете для себя, для детей, для внуков. Сок вот этот вот рассвоённый, вкусный, его открываешь. Ммм, фантастика. Так что, дорогие друзья, не выбрасывайте ни одного яблока. Учитесь перерабатывать. Ну и скажите вы своё слово. Как? И скажу, что как? Как? Как нам перерабатывать лучше? С любовью. С любовью. Да. С желанием и сознанием. Совершенно верно. И потом... Всё получится. И потом всё получится. Спасибо большое. Я думаю, мы ещё встретимся, потому что у меня ещё осталось много своих вопросов. Да, сейчас, конечно, поломаловато. Соглашусь. Да. И тогда мы обговорим уже какие-то отдельные аспекты переработки яблок. Тем не менее, спасибо большое за беседу. Очень интересно. Вообще, вот я думаю, нас посмотрят люди. Как вы говорили, лайфхак, да? Вот здесь столько мы лайфхаков накидали, что могут какие-то люди какой-то вот свой маленький бизнес, микробизнес сделать с тем же уксусом, с тем же соком. Потому что вот этот сок такой естественный, своими руками сделанный, вы такой не купите нигде и ни за какие деньги. Это точно. Это точно. У нас сейчас вообще пошло в лечении всё, вот ПП, здоровое питание и так далее. А как всё-таки нужно вернуться к истокам и понять, что вы едите, то есть, ну, как бы откуда оно растёт. Да, а многие считают, что здоровое питание это как раз на рынке вот эти вот... Вообще нет. Вот. Вообще нет. Вот. Так что обязательно мы к этому ещё вернёмся. Вообще, это здорово, очень интересно. И хорошо, если мы зародили у наших зрителей и слушателей желание что-то сделать. Потому что переработка вырастить это полдела. Переработать и потом красиво это съесть и выпить. Спасибо. Спасибо вам. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok